всем привет с вами кейн добро пожаловать на прохождение сноураннера в общем я тут кое-что выполнил за кадром но я это заснял я выставлю это где-то в середину ролика так возьмем вот это вот задание доехал я сюда на нашем армейском грузовичке доехал потому что здесь стоит халявный прицеп с запчастями и то есть то что нам нужно и мой план это сейчас мы его зацепим отлично поедем сейчас обратно ну как и приехали возьмем бетонные плиты как раз они влезут нам в кузов и поедем в карьер в начале ролика я доехал сюда грузовиком ну то есть смысле вот этим армейским грузовиком на который мы сейчас едем затем переместился опять в гараж и поехал на островное государство там там был один грузовичок который нужно было выполнить по зданию и по зданию короче типа нам ну как награда типа давался в общем я его заправил не полностью но починил полностью и задание не считалось выполнен и я не мог понять что за фигня короче допер его оттуда аж сюда и только здесь его короче заправил и задачка получилась выполненной но в общем ладно то не суть суть в том что что это за грузовичок во первых это был последний последняя машина которая ну как сказать в этом об найдено в мичигане то есть последние завершающие вернее последним обнаружил ее я поэтому она и последний но в общем она реально крутая так но об этом чуть позже я выставлю чуть чуть позже вот после этого здания покажу так отцепим после этого здания я покажу саму эту машину и ее оба рейд а сейчас выполним вот это вот задание ответили здесь стоит самый слабый но по топливу все равно расход колоссальный кстати я там в одном из видео предыдущих говорил что типа последнее задание и закончим но последнее задание кажется только в этой компании там еще есть три задачки по моему в средней от этой компании там не просто под замком чтобы их выполнить нужно выполнить сначала эту компанию в принципе сейчас развернемся и возьмем плиты кирпичи нет бетонные плиты взять поехали и теперь я доставлю одним транспортным средством и одно и другое запчасти можно конечно было взять ну купить прицеп там и рядышком со мной там есть станция обслуживания на ней взять также и сама запчасти то есть либо в кузов либо прицеп не важно и до тарабанить сюда взять плиты и также поехать в карьер но поскольку я же говорю на карте то есть мы проехали совсем чуть чуть выше вот по по горному серпантину этому взяли прицеп уже с запчастями и просто его доперли сюда то есть и потом от нее можно было бы с ним конечно доехать до склада но смысл смысл когда я его оставил здесь сейчас его опять зацеплю просто чтобы не катать его туда-сюда когда пусть он уже стоит здесь так главное не перевернуться что плиты точно выпадут сейчас так можно прицепить цепили и главное ехать аккуратно потому что я прошлый раз тяжело короче ну там была конечно высокая подвеска но тем не менее все равно то есть перевернуться и заехать и то есть куда-нибудь уехать ну это вообще в карьере плевое дело подождите и еще кое-что я не помню куда тут надо ехать потому что такой серпантин горный но если вот так вот то короче сюда едем правильно правильно также я потом кстати планирую отвести этот прицеп тут рядом со складом есть там кран наш стоит кстати магазинные прицепов а вот кстати здесь вот я движком ударился и просто его продам то есть не будет он просто стоять на дороге без дела а также его продам кстати вот так вот конечно будет гораздо быстрее чем я буду так объезжать ну так же я могу перевернуться правильно поэтому аккуратненько аккуратненько поедем тихо прицеп не прыгай так поедем в объезд работа для бывалых это не просто так название там были ну все что связано с этим карьером это уже работаю серьезные давай 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 аккуратненько блин камень ой 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 ну вот доехали сейчас вот так сейчас я планирую выехать и доехать вот сюда магазин прицепов продать этот прицеп а кстати вот нас задачки какая последняя задачка открылась в этой компании опять в карьер розовый контейнер лично но я думаю в принципе ее взять как раз мы здесь недалеко но ладно давайте в принципе возьмем но покажу я вам эту задачку уже на другом грузовике сейчас в общем попробую вытащить этот прикольный грузовичок дотащить его до своего гаража то есть и якобы то есть ну вот статус ремонта полностью починины и статус топлива там но это его потягал туда-сюда в общем не знаю что с ним делать но он должен якобы быть моим поэтому от тарабани его на смит смитовскую дамбу эту до своего гаража а там посмотрим будет он моим или не будет моим в общем точно не знаю приехал я сюда конечно же не на одном катерпиллере а двумя машинами как я и учил с цепкой вот так вот и на буксире то есть взял вторую машину но полностью заправленную с гаража дотащил сюда она мне кстати пригодилась поскольку вернее она то и перевернулась но катерпиллером я перевернул ее обратно и вот как всегда происходит такая фигня что в общем это должен быть хороший вездеход но как его заполучить я в общем то не знаю что с ним дальше делать я без понятия то есть я его починил но что с ним дальше делать я без понятия поэтому я же говорю оттарабань его сейчас к своему гаражу если там то есть не получится то я в общем то не знаю что с этой хернью делать может она забаговалась а и так выполнил я задачку на этот грузовичок допер его конечно же аж сюда а в общем что то я заглупил надо было его там заправить просто теперь я могу по моему пересесть да я могу пересесть на эту хрень вот теперь эта хрень стала моей движок в 16 можно поставить помощь не еще мощней коробка ну понятно подвеска а можно высок ну давайте влепим высокую шины какие максимум на 63 можно то есть пост у вау это хорошее на трассе хорошее на бездорожье в грязи хреновые хорошие в грязи так для бездорожья плохо по трассе отличные в грязи и так они а разные то есть по диаметру возьмем конечно же наверное за семерочку 63 кстати я хочу с цепями посмотреть как они а ууууу красиво красиво в грязи хорошие отличные на бездорожье на льду тоже отличные на трассе хреновые так а эти на трассе плохо в грязи и на бездорожье отлично то есть вот эти хорошие в рези а те отличные на трассе средние но здесь на трассе плохо короче ладно возьмем хрен снимайте шины лебедочку надо будет длинную поставить стяжем снять колесико запасной куда-то тут можно в туалет только я не понял куда вообще где она но нифига си заперли а стоп а я ж могу час посмотреть да а сейчас нет то есть а с колесиком то есть сейчас а теперь есть хорошо так дифференциал подключаемый шнуркель а то есть ну в общем возьмем крутые шнуркели так двигало у нас по-моему есть ну блин я ставлю 2000 в общем нормальная не кажется бежит двигало скоростная но оптимальная пусть будет высокая так модулей кузова здесь нету то есть чисто платформа по внешнему виду то есть трубы мне такой ладно я оставлю пока трубы что у нас здесь есть всякие а гудки интересно крыша заводские маячки а а то есть а а ну то есть понятно спереди стоит у нас стандартный типа вот бампер такой бампер грузовой ну такое сел вот это в принципе прикольный но мне кажется это лучше оставить типа больше не козырек надо ну диски да тоже оставлю ну и по покраске то есть можно взять его разукрасить ну я такой чтобы склонен оставить вот этот свет стандартный вот такая от меня ну ладно будем выполнять здание в общем попытался заехать сюда на нашем новом грузовички нихрена мне не вышло он перевернулся в начале карьера в этом просто на спуске поскольку но это говно не предназначен для таких крутых поворотов с таким уклоном поэтому я взял просто наши что с тобой а ну 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 перевернись еще и ты бляцки и камень а попал под колесо вот ты посмотри я капец какой-то ну как вот какой-то пидор придумал сюда заехать на вот этом вот лафете а и как вот с ним выехать теперь вот сейчас я дам вперед контейнеры просто перевернуться они с него выпадут ну вот как что задал боебизм просто вот идиотизм полный короче на том грузовике нужно выполнять какие-то задачи которые не связаны с карьером поскольку ну на этом дурацком карьере тут сама вот тут вот где-то спуска с нами сейчас и в общем прямо там от только заехал туда сразу начал переворачиваться и в общем короче это бред в общем на нем в карьеру лучше всего не заезжать это я понял сразу наш вот тот же самый грузовичок на котором мы уже ни один ни одно здание выполнили он достаточно мощный достаточно слушайте а я не понял я хотел поехать а так это куда-то в херню в какой-то мне надо по вот это дороге прямо которая достаточно мощный и надежный и то есть многофункциональный поскольку на нем можно разные прицепы разные грузы и все перевозите у него единственный минус это огромный расход топлива но проходит он любые непроходимые места грязь болото все очень хорошо проходит единственное что его нужно постоянно заправлять то есть он по топливу жрет очень сильно но плюс можно на него поставить какую-то там магистральную или какую-то коробку передачи восьмиступенчатые которые и будет он топить так что мама родные ну а кстати еще заберу уж и этот лафет получается и на него а и его продам после того как отвезу контейнеры кстати я такой мне такое ощущение что может не хватить топлива слишком уж его мало осталось когда мы блин ну начали выезжать с карьера давай 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 тащи ты же можешь потратили слишком много видимо ну в принципе в одну сторону мы доедем а вот а в обратную я не уверен и кстати здесь будут такие места там где нужна именно маневренность поэтому лучше же конечно же всего взять подожди а почему это ну это отсюда мне надо забрать а до перейти вот сюда правильно что ну правильно все ладно или может быть сразу лучше заправить чувство я блин но не хватит мне топлива вот ну не хватит я склонен к тому чтоб сейчас заправить а потом продолжить ехать в общем заправил я его при этом потратил почти 9 литров чтобы доехать сюда магазина прицепов где его заправлял то есть чтобы доехать до финальной точки до склада того который находится аж на вершине горы то 76 литров явно бы мне не хватило в общем принципе можем посчитать то есть засекти то есть начали мы там со 191 литром и сколько у нас будет топлива когда мы доедем уже до финиша нам явно 80 литров будет мало поэтому поэтому перестраховался и когда вы будете уже проходить и ездить на этом грузовичке рекомендую делать так же иначе просто доедете куда-нибудь где-нибудь за кухню тебе с топлива будете ехать другим уже грузовиком заправлять его и ну в общем слишком затратный и морой на этот процесс но объем топливного бака здесь конечно маловато я бы конечно бы если была возможность поставил побольше то есть 280 или 300 конечно но какой есть такой есть видимо в этом и заключается баланс сильных и слабых сторон данного грузовика но по поводу нашего того четырех местного ну как там четырех местного там четыре ячейки для груза в кузове кузов там ну только вот один там ничего не ставится я уже показывал об этом ранее когда мы были в гараже на нем на нем вот только такие модификации есть двигатель там коробка подвеска колеса ну и чуть-чуть визуала кузов а остается такой же как и здесь стандартный его не поменять кстати по поводу колес на этом грузовике у меня тоже стоит но они не совсем стандартные они скажем так родные поскольку они они единственные там но они обозначены то есть подписаны по своему называются они они не единственные в своем классе то есть других то есть там где с цепями или там шоссейные вот эти вот внедорожные там именно таких нету там уже идут свои то есть серийные а это именно его родные которые вот с такими вот дисками получается которые идут с такими дисками и в общем я их поставил на шоссе они по моему то ли средний то ли как-то так а вот в резине на бездорожье там по моему все хорошо отлично что мне очень нравится ну и к тому же мне кажется вот дизайн их не ну мне очень нравится а вот кстати то место где надо быть поаккуратнее поскольку тут заезжает заезжает можно съехать нефиг делать и кстати я когда-то в каком-то видео уже давно говорил что пробовал на такой лафет на вот этот вот лафет на такой как сейчас на нем есть вот эти вот рампы эти заезды так вот так вот я пробовал заехать туда другим грузовиком закрыть те рампы и чтобы ехать в общем смысл в том что зафиксировать как-то груз который ну грузовик который заехал туда невозможно то есть никак я не знаю возможно там нужна какая-то легкая техника а не грузовик потому что ну возможно что это было и она на веточку наехал на что так можно непонятно какой-то дэмидж ладно так вот заехал я туда грузовиком и в общем его нельзя никак закрепить и только мы начинаем ехать он ну соответственно спадает поэтому мне кажется возможно там нужно маленькую какую-то технику типа скаута хаммера вот такое может быть но я это не пробовал ну другую технику такую вот как грузовик вот допустим как вот этот вот грузовик то есть перевести на вот этом лафете не получится ну не знаю вот может и разработчики сами не продумали этот момент а может я делаю что-то не так но ну тихо-тихо ну суть в том что у меня как-то не получилось там нету функции чтобы закрепить транспорт на этом плафете вот контейнеры закреплены вот видно даже поясами вот тут вот вначале вот они зафиксированы они никуда не денутся при езде машину то есть так зафиксировать нельзя вот такими вот поясами не знаю почему но хотя мне кажется этот лафедж также и предназначен для именно для этого но почему-то сделать это нельзя нельзя сейчас я продемонстрирую вот так вот а вот выдвинуть рампу вот эти штуки открылись короче и все и так вот и можно заехать но как это сделать так чтобы все получилось я не знаю так ну что ж это здание мы прошли сейчас я вот там продам этот прицеп и вернусь к себе в гараж в общем решил выполнить состязание там как раз оно было нужно доставить эти бетонные блоки сюда на болото я посмотрел думаю ну раз мы уже рядом то есть заправился опять таки же продав тот лафет взял цистерну заправился взял блок и доехал сюда пока что иду на золото оу да я все сделал вот мои награды то есть что вы понимали я отсюда вот это состязание называется отсюда вот это вот доехал через горыны серпатин вот это все сюда довез сюда вот так вот я еще планирую пройти конечно же это мечанское испытание но как то не говорю желанием но в принципе попробую пройти на хаммере ну а на этом у меня все на сегодня спасибо за просмотры подписывайтесь подписывайтесь на мой канал оценивайте видео пишите комментарии и не болейте всем спасибо всем спасибо 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 спасибо